Итак, мы сейчас в госпитале, в частном кабинете, в больнице, здесь принимают хороший доктор. Три часа он тут работает, уже 70 с чем-то человек сюда к нему обратились. Одно посещение этого доктора стоит присутствовать. В общем, зарабатывает он неплохо, все он доходит ветерам государственного госпиталя. Людей с любителем много, постоянно приходит, постоянно спим за проблемами. У него какое-то там высшее образование, не знаю ли мой муж сказал, он не спалеет. Мы взяли вытеску ДП-3 с нашей больницы, с районной, Марафаминская районная больница, это Московская область. Вылечить его, к сожалению, не смогли, а может быть мы даже не дождались, может быть, да и вылечили, но мы испугались. Спугались все-таки за него, испугались, что это какая-то инфекция у него индийская, которая не берет кровь у нас, к сожалению, в России. Хотя у него под вопросом стоит кишечная инфекция, севронолез, и в принципе все анализы КИНСИ и рентген показалось, что все хорошо у него. Серьмальная кроветия полностью черная. Вот у нас сейчас 33 градуса тепла, хотя еще только весна в Индии, и мы сейчас находимся в северной Индии. Мир это, в общем, ряда цели. На улице солнце, я в джинсах и рубашке, а люди вон в царе, либо полностью в черной одежде. Так что вот так. Не знаю, поможет нам доктор или нет, нам сказали, что это просто какой-то супер доктор. Вот так вот здесь его клиника. Вот, соответственно, ничего не понятно название. Тут я подписан доктор правый антандир. Не знаю, это он или нет. Это шинар к нему относится, так предполагаю. Да, это, наверное, он и есть. Просто здесь на кинде, на английском. Люди ждут. Вот, если у вас есть хорошее образование, доктор, и вы знаете английский, вы можете приехать в Индию, открыть свою частную клинику, зарекомендовать себя. И вы будете очень богатым человеком. Средняя зарплата у этого человека в месяц где-то 100 тысяч рублей. Это уже сречетом налогов, зарплаты и аренды. Как бы можете взять себе на заметку.